Первичная лимфома ЦНС Сегодня одним из факторов возникновения лимфомы является иммунодефицит вследствие поражения ВИЧ или иммуносупрессивной терапии, который на данный момент иммунокомпетентного пациента может превратить в пациент с нарушением иммунитета. Средний возраст на момент постановки диагноза составляет 68 лет с соотношением полов и единиц. Это редкая опухоль менее 5% от нитхотчинских лимфом и менее 5% от первичных церебральных опухолей. И к симптомам на момент диагностики симптомы являются неспецифическими. Они такие же, как при других опухолях мозга. Эпилепсия встречается достаточно редко. Также очень важно обратить внимание на симптомы со стороны органа зрения. Хотя в целом эти поражения достаточно легкие. И начало симптомов может быть подострым с медианной отсрочкой от первых симптомов до постановки диагноза в 37 дней. И часто развивается инвалидизация на момент постановки диагноза относительно данных по МРТ. Типичная картина – это опухоль, располагающаяся в глубоких структурах мозга, в области, вентрикулярной области, с началом или с развитием вентрикулита. И вот что типично – это вот такое интенсивное, гомогенное контрастное усиление в виде снежка. И, соответственно, оно встречается очень разно. Получается пациент с серьезным, скажем так, нарастанием отека. Также имеются атипичные рентгологические признаки. И первое, что может представить сложность для распознавания – это отсутствие контрастного усиления. В частности, в случае таких фокальных поражений без захвата контраста. И также более сложные для леденокстики могут быть диффузные очаги без захвата контраста. Либо может называться лимфоматозис церебри. И при этом на гистологии мы наблюдаем инфильтрацию CD20-ми лимфоцитами. Также к другим атипичным рентгологическим признакам относится псевдоменингиома. Что соответствует, в частности, гистопатологии в виде лимфомы, маргинальной зоны твердой мозговой оболочки. И МРТ, как правило, является атипичным у иммунодефицитных пациентов с такими кольцовидными усилениями сигнала. И при этом требуется диагностика с инфекционными поражениями. В частности, это может быть достаточно сложно. Кроме того, у этих пациентов, если в анамнезе, могут встречаться повторные инсульты. И могут быть области с ухудшением диффузии с внутрисудистыми пролиферациями фоматозных Б-клеток. И также к типичным признакам можно появляться вследствие использования стероидов. Вот типичная картина при использовании стероидов, а вот атипичная картина при использовании стероидов. Спектроскопия, перфузионные, диффузионные последствия могут быть очень интересными для постановки диагноза при случае лимфомы ЦНС. Если говорить о спектроскопии, у нас имеется увеличение холина, снижение уровня НАА и увеличение или пики по липидам. Соотношение диффузии. Мы, как правило, получаем диффузионный гиперсигнал без видимого дефицита. Не нарушение диффузии. Перфузия не так интересно. Типичный аспект, это не специфичный, а типичный такой аспект, это такой повышающийся пик, связанный с повышенной принициемостью капилляров из-за разрушения ГЭП. И все эти последствия могут позволить нам дифференцировать лимфому ЦНС от других опухолей, в частности, злокачественных, других злокачественных поражений. Что же нам делать в случае очага, к которому мы можем предположить лимфому? Во-первых, не назначать стероиды, кроме в случае жизнеугрожающей внутричерепного давления. Соответственно, при назначении стероидов мы можем получить вот такой частичный ответ, как раз до биопсии. И при биопсии мы не обнаружим лимфоматозные клетки. Что же делать в такой ситуации, если нет какой-то неотложной ситуации? Соответственно, не следует назначать биопсию, нужно отменить стероиды, следить за пациентом. И, скорее всего, через несколько недель мы увидим эту опухоль, и опять же, сможем опухоль визуализироваться и сможем повторить биопсию. И, кроме того, мы должны понимать, что хотя мы исходно подозреваем диагноз, используем тоник визуализации, диагноз, все-таки диагноз остается гистологическим. И на биопсии мозга является типичной, типичной, мы видим типичная мертебезга и либо поражение глаз, либо поражение мозговых оболочек с наличием лимфоматозных клеток в пунктате. Соответственно, пункция, люмбарная пункция, флюксово-флюксово-флюксово-флюксовое обследование позволяет нам поставить диагноз. Несколько слов по поводу офтальмологической оценки. Главное, это провести обследование в щелеводенной лампе и обследование дна глаза. Если все в норме, то все можно закончить. Если нет, тогда мы дополняем ангиографию, КТ и пункции передней камеры. И при витректомии, если мы ее проводим, если офтальмологическая оценка позволяет нам заподозить релифому. В такой ситуации мы должны провести цитологический анализ, минфотепию, молекулярную клональность или использовать цитологический анализ. Оценка ликвара. Может быть увеличение числа клеток в ликваре более 50%. Мы видим нормальный уровень глюкозы, некоторое увеличение в содержании белков. Для ламптозной клетки обнаружены стандарт цитологии только в 10-20% случаев. Мы можем использовать специальные инструменты для улучшения диагностики и вовлечения мозговых оболочек. В частности, когда мы можем использовать проточную цитометрию для лимфоцитарного лимфонофитативирования и макалинальную клональность при помощи ПЦР. И вот что интересно, это последние годы идут разработки биомаркеров в ликваре. И в этой таблице у вас изучаемые биомаркеры, которые являются наиболее часто изучаемыми. И сейчас CSF интерлекин 10, его чувствительность составляет 88%, специфически почти 90%. И вот несколько примеров пациентов с лимфомой. В первом случае мы видим увеличение уровня интерлекина 10 в ликваре, а во втором случае мы практически не видим его. Это, соответственно, в случае мы видим лимфома, в втором случае это глиобластома. Но гистопологический диагноз не такой сложный в большинстве случаев, кроме пациентов, которые получали стероиды, о чем мы уже поговорили. В диагнозе мы обнаруживаем диффузную крупноклеточную и баклеточную лимфому в более чем 90% случаев. Она может быть отрицательна по вирусу Эпштейн-Бар. У именно компетентных пациентов, у пациентов с иммунодефицитами они могут быть положительными по вирусу Эпштейн-Бар. И, соответственно, после того, как мы ставим диагноз лимфомы, мы должны провести оценку, чтобы исключить диагноз системной лимфомы. Для этого требуются два важных обследования. Первое, КТ-скан всего тела и ПЭД-сканирование с ФДГ. И, соответственно, такие тесты являются положительными в уменьшении, чем 10% пациентов. Соответственно, не следует сильно задерживать начало терапии, поскольку заболевание прогрессирует очень быстро. Но если тест положительный, то терапия будет отличаться. Теперь давайте поговорим о терапии данного заболевания. И вначале давайте поговорим о принципах терапии. Первое. Мы должны понимать, что это диффузная опухоль. Соответственно, локальные методы терапии не являются эффективными. Соответственно, в данной ситуации мы забываем о хирургии и фокальной терапии. И мы должны сконцентрироваться на возможности химиотерапии и лучевой терапии всего мозга. Это очень химио- и радиочувствительная опухоль, в отличие от глиом. Соответственно, зачастую то, что мы видим у таких пожилых пациентов, это то, что мы получаем с 40 до 60% в полный ответ после высокодозной терапии, высокодозным методексатом. И у таких пациентов можем получить серьезное налог. И, соответственно, у таких пациентов имеет смысл лечить всех вновь диагностированных пациентов, даже если они достаточно пожилые, с тяжелыми инвалидизирующими нарушениями. Лучевая терапия сама по себе, как видимо, является неэффективной. По данным исследований ОРТОГ-83-15, развивается масса рецидивов, несмотря на высокую радиочувствительность этой опухоли. И рецидив в области, которая получала более 60 гриб, составляет персидские 79%. Проблема ГЭП. Стандартные протоколы типа ЧОП не являются эффективными. Это протоколы, которые используются при лечении системных лимфомок. Соответственно, нужно использовать химиотерапевтические препараты, которые пересекают ГЭП. И самым важным препаратом является высокодозовый метатрексат. Также можно применять высокие дозы цитерабина, нитрузомочевины, темозоламида и прочее. И, как несколько слов, метатрексат. Это ключевой препарат для лечения лимфомоксинез. Он используется в интервенах в высоких дозах. И здесь нужно учитывать возможные токсические проявления. Соответственно, естественно, нужно смотреть на щелочную фосфатазу, на другие факторы. И, соответственно, такие нарушения требуют соответствующей терапии. Также можем использовать скорее комбинированную полихимиотерапию, а не метатрексат в монорежиме. Можно ли использовать ретоксимаб? Он является стандартным при системных бэклеичных лимфомах, но, однако, есть проблема с ГЭП. Имеются достаточно спорные результаты. Было проведено исследование третьей фазы, которая не показала различий по общей выживаемости с ретоксимабом и без ретоксимаба, который показан голубым. Однако у пациентов младше 60 лет бэклеичная выживаемость при применении ретоксимаба, как представляется, была все-таки лучше. Также есть результаты рандомизированного исследования второй фазы, которые показывают, что в случае добавления ретоксимаба мы получаем лучший ответ, чем без ретоксимаба. Таким образом, как мы знаем, что лучевой терапия сама по себе неэффективна, ключевой препарат является метатрексат. Соответственно, стандартная терапия в 90-х и в начале 2000-х была основана на метатрексате с последующей консолидацией с помощью лучевой терапии всего тела. И медианная выжимаемость составляла, соответственно, 36-46 месяцев. Пилетняя выжимаемость также была 20-40%. Однако высокий риск нейротексичности при связи с высокой дозой метатрексата с лучевой терапией или химиотерапией. И это приводило к деменции и другим нарушениям походки. Соответственно, если посмотреть на эти осложнения, мы должны участвовать риски нейтрексичности, которые возрастают у пожилых пациентов. Это, соответственно, очень важно. У пациентов старше 60 лет они играют очень важную роль. И возникает достаточно на ранних этапах лечения заболевания. Тогда как они развиваются позднее у пациентов, не так часто развиваются у пациентов более молодого возраста. Соответственно, это изучение возможности химиотерапии. И, соответственно, терапия на основе высокого дозой метатрексата является достаточно эффективной у пожилых пациентов. Общая выжимаемость находится в диапазоне от 14 месяцев до 3 лет. И также с соответствующими достаточно высокими цифрами нейротоксичности. Альтернативными опциями консолидациями они также изучаются. Самым часто изучаемым является интенсивная химиотерапия с использованием трансплантации собственных стволовых клеток. Она изучалась в исследовании у пациентов в состоянии рецидива. И она привела к общей выжимаемости практически до 5 лет. И как использование терапии первого ряда, она изучалась в двух рандомизированных исследованиях второй фазы. Когда она изучалась в высокодозовой терапии на основе метатрексата, в одной группе, соответственно, пациенты получали трансплантацию собственных стволовых клеток, во второй лучевой терапию всего тела. Вот результаты, как видите, исследование процесса у пациентов младше 60 лет и исследование АЛССЖ у пациентов младше 70 лет. И, как вы видите, оба консолидационные схемы представляются эффективными. В обоих исследованиях была более выражена нейротоксичность в группе лучевой терапии. В исследовании процесса было больше рецидивов в группе лучевой терапии, что не было отмечено в группе АЛССЖ. И в этом случае не было получено значимое отличие между двумя группами. Если говорить о специфических методах лечения в клинической практике, которые применяются, мы разделяем пациентов на пациентов старше и, соответственно, младше 60 лет. И об этом мы уже говорили, соответственно, у пациентов старшего возраста мы не знаем только химиотерапию. И это химиотерапия на основании высоких доз метатриксата. У более молодых пациентов мы можем использовать химиотерапию, после которой следует консолидационная терапия. Это может быть либо лучевая терапия с облучением всего мозга, либо интенсивная КТ с трансплантацией собственных стволовых клеток. В целом они могут получать стандартную дозу лучевой терапии, может составить до 40 ГРЭЙ в 20 фракциях. Однако были публикации по снижению дозы лучевой терапии до 23,4 ГРЭЙ в 13 фракциях. Если мы наблюдаем полный ответ на химиотерапию, однако исследования на эту тему все еще, скажем так, ведутся. И наша исходная цель терапии – это полный ответ. Однако имеются международные критерии ответа на терапию IPCG. И из четырех критериев самым важным являются данные мезонтационных исследований мозга. То есть полный ответ – отсутствие контрастного усиления. И после того, как мы получаем полный ответ, то, соответственно, очень важно наблюдать за пациентом. Поначалу достаточно часто, поскольку имеется высокий риск рецидива, который может развиваться, как правило, на ранних этапах. И после начала лечения, как у этого пациента. Соответственно, в случае рецидива мы должны рассмотреть возможность повторного изучения метатриксата у пациента, который особенно ответили на терапию. Вот интересные опубликованные результаты. Я не буду об этом порудово говорить, о других протоколах химиотерапии или лучевой терапии. Из-за высокого риска нейротоксичности, которым это может применяться в других случаях. В случае также существуют новые препараты, такие таргетные терапии, как имиды или ибрутиниб, также или наленовид. Видите, не так много публикаций на данный момент по поводу этого препарата. Это может быть интересно рассмотреть в будущем, как ингибиторы контрольных точек или карты клетки. Также интересно, мы должны рассматривать возможность консолидации у пациенток, скажем так, в хорошем состоянии, тех, которые отвечают на соответствующую спасающую терапию. Прогноз – это тяжелый прогноз – это ранее смерть и часто рецидивы. При этом присутствует тогда тяжелый прогноз. Однако у 40% мы получаем удлинение, скажем так, приживаемости. Вот результаты из французской национальной базы данных. Наиболее чем 1700 пациентам есть факторами, наиболее важными факторами прогрессическими являются возраст и состояние, общее состояние пациента. Резюмируем. Можно сказать следующее. В основном это заболевание поражает иммунокомпетентных пожилых лиц, а не пациентов с иммунологическими нарушениями. Отсутствует специфическая клиническая симптоматика, однако наблюдается частая инвалидизация. Типичные признаки на МРТ присутствуют. Однако также имеется целый ряд диагностических сложностей. Требуется до биопсии провести люмбарную пункцию и офтальмаблическое обследование гистопиологически. Диагноз ставится гистопиологически до применения стероидов. Терапия основана в сокидозе метриксата или лучевой терапии всего тела с интенсивной конституционной химиотерапией молодых пациентов. И если говорить о прогнозе, то опухоль является химиочувствительными, однако рецидивирует. Исход достаточно тяжелый и от 20-30% случаев мы можем добиться излечения. Большое спасибо.